Какие новые санкции нужны в отношении Кремля против Москвы? Начну с того, что Литва призовет к новым санкциям против Москвы и Минска. Заявление Литовского министерства иностранных дел прозвучало после сообщения Путина о возможном размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Так что же войдет в новый пакет антироссийских санкций, уже 11 пакет по счету, и какие из них для Кремля самые болезненные? Давайте посмотрим в нашем материале. В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что их страна попросит включить дополнительные ограничения в отношении России и Беларуси в пакет санкций, обсуждаемых в Брюсселе. К такому решению привели слова президента России о возможном размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Это отчаянные шаги Путина и Лукашенко, направленные на создание очередной волны напряженности и дестабилизации в Европе. Подобные действия еще больше вовлекают Беларусь в войну с Украиной и конфронтацию с демократическим миром. Дополнительным фактором риска для Балтийского региона является Беларусь, которая все больше теряет свой суверенитет, поддерживает и помогает российской агрессии, все больше интегрируется в российские военные планы. И заявление МИД Литвы на официальном сайте. Размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить. Это их выбор. ЕС готов ответить на эскалацию дальнейшими санкциями. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в Твиттер. Помимо этого, премьер-министр Польши Матео Шмаровецкий заявил, есть большая вероятность того, что Европейский Союз введет 11-й пакет санкций против России уже в ближайшие два месяца. Причем европейские дипломаты думают не только о новых ограничениях, но и хотят сосредоточиться на борьбе с возможностями обхода России уже действующих санкций. Международная рабочая группа по вопросам их санкций против России Ермака Макфола отмечает приоритет в работе над ограничениями. Это снижение уровня ценовых лимитов на российские энергоносители, в том числе и для государственных корпораций. Самое болезненное это нефтегазовые санкции. Сейчас нефть, потому что это 50% наполнения бюджета и это опять-таки доходы легкие в долларах и евро. Второе, или тут я их рядом называла, это санкционированные, замороженные активы Центрального банка России, потому что это был огромнейший карман, из которого они могли финансировать все, что угодно. Конечно, большое влияние имеет вот эта огромная волна тысяч людей, которые вокруг Путина санкционированы. Сейчас пока не видно, как это конкретно действует на поведение в Кремле, но я уверена, что этот эффект есть. Несмотря на уверение Кремля, что санкции не причиняют никакого вреда российской экономике, западные ограничения работают. Российскую Федерацию это все ведет в бедность и в то, что они не смогут поддерживать обороноспособность, такую, как им позволяли поддерживать до февраля 2022 года. Запад от санкций выиграл, с моей точки зрения, в первую очередь потому, что, например, Европейский Союз освободился от этой зависимости. Как раз эта зима, например, и показала, что вот от этого супероружия энергетического российского никто уже, в принципе, может и не зависеть. И, соответственно, какого-то долгосрочного рычага влияния на политику в Европе Россия уже не будет иметь. В то же время в Киеве считают, что санкционный режим требует постоянного расширения и обновления ограничений. Даже намека на затягивание санкционных решений быть не может. Тем более не может быть и размывание санкций, и особенно под манипулятивным прикрытием продовольственной безопасности. Сильные санкции – это безопасность. Ослабление санкций – это приглашение к новым кризисам. Анжелика Брушневска для телеканала Freedom.